Всем привет! Сегодня мы с вами посетим аллеи литераторов Узбекистана. Аллея была открыта в 2020 году на территории национального парка. Небольшая территория включает в себя комплекс памятников, объединенных по общему стилю, расставленных в едином ансамбле, вокруг старого памятника Алишеру-Наваи. Все памятники соединены аллеями. Здесь много деревьев и кустарников, а также много скамеек и несколько больших беседок. Первым идет памятник супругам Саиде Зунунове и Саиду Ахмаду. Саида Зунунова – поэтесса и писательница, основоположница женской узбекской литературы нового времени. Ее муж Саид Ахмад – знаменитый писатель и драматург, герой Узбекистана, народный писатель Узбекистана, заслуженный деятель искусств Узбекистана. Наибольшую известность Саиду Ахмаду пронесли его пьесы, среди которых особенно выделяется комедия «Бунт невесток». Следующим памятником идет памятник Азоту Шарафидинов. Азот Шарафидинов – филолог, педагог, публицист и переводчик. Признанием его заслуг стало присуждение ему звания «Герой Узбекистана». Далее идет памятник Максуду Шейхзаде. Максуд Шейхзаде – писатель, поэт, драматург, литературовед и языковед. Он автор переводов на узбекский язык произведений мировой литературной классики – Шекспира, Пушкина, Лермонтова, Руставели, Пайрона, Тагобы и других. За ним идет памятник Ибрагиму Юсупову. Ибрагим Юсупов – поэт, переводчик, драматург, педагог, автор текста гимна Республики Каракалпакстан. Признанием его заслуг стало присуждение ему звания «Народный поэт Узбекистана» и «Каракалпакстана». В 2004 году награжден высшей наградой «Герой Узбекистана». Следующим идет памятник Александру Файнбергу. Александр Файнберг – поэт, переводчик, сценарист. По его сценариям было поставлено 4 полнометражных художественных фильма и более 20 мультипликационных фильмов. Им были переведены на русский язык стихотворения и поэмы Алишеры Наваи и многих современных узбекских поэтов. Далее идет памятник Абдулле Арипову. Абдулла Арипов – поэт, классик узбекской поэзии, герой Узбекистана, государственный и общественный деятель. Является автором слов государственного гимна Республики Узбекистан. Поэт перевел на узбекский язык божественную комедию «Данты» и произведения Некрасова, Шевченко и других авторов. За ним идет памятник Эркину Вахидову. Эркин Вахидов – поэт, драматург, общественный и государственный деятель, герой Узбекистана. Ухарству Эркина Вахидова принадлежит поэма «Сон земли», поэма, написанная в палатке, «Преданность» и другие. Поэт перевел на узбекский язык Фауста Гёта, стихотворения Есенина, Твардовского, Гамзатова и других поэтов. Следующим идет памятник Гафуру Гуляму. Гафур Гулям – поэт и публицист. Известен тем, что заложил основу нового узбекского стихосложения вместе с Хамзой. Переводил на узбекский язык произведения Грибоедова, Лермонтова, Майбовского, Руставели, Низами, Данты, Шекспира. Далее идет памятник Абдуле Кахару. Абдула Кахар – писатель, драматург и переводчик. Опубликовал несколько сборников книг. Писатель перевел на узбекский язык произведения Пушкина, Гоголя, Толстого, Горького, Чехова и других. Оказал огромное влияние на творческое становление молодых узбекских писателей. За ним идет памятник Айбеку. Айбек – писатель, поэт и переводчик. Его перу принадлежат такие произведения, как «Священная кровь», «Наваи», «Ветер с золотой долиной», «Солнце не померкнет», «Великий путь». Айбеком переведены в узбекский язык произведения Пушкина, Геота, Лермонтова, Горького, Гомера и других. Следующим идет памятник Абдуле Кадыри. Абдулла Кадыри – известный писатель, автор таких известных произведений, как «Минувшие дни», «Скорпионы золотаря» и другие. Далее идет памятник Чоупану. Чоупан – поэт, писатель, драматург и публицист, один из основоположников новой узбекской поэзии. Писатель – автор таких произведений, как «Халил Искусник», «Яркий Ной», поэтических сборников «Пробуждение», «Источники» и другие. Его творчество оказало огромное влияние на формирование традиционного узбекского романа. За ним идет памятник Бигбуди. Махмуд Хаджа Бигбуди – просветитель, один из идеологов и лидеров джетитизма, издатель и политик, один из выдающихся деятелей литературы и драматургии. Вершиной писательского мастерства Бигбуди является драма «Подар Куш», вышедшая в Самарканде в 1911 году. Являясь первым произведением узбекской драматургии, пьеса оказала большое влияние на создание последующих произведений. Далее идет памятник Абдулла Авлани. Абдулла Авлани – известный писатель, писавший для детей, драматург, просветитель и педагог, много сделавший для развития узбекской школы современного типа. В конце 1913 года Авлани организовал в Ташкенте одну из первых узбекских театральных групп. Был одним из активных деятелей просвещения в Узбекистане. Он преподавал, писал книги и пьесы для узбекского театра. Далее идет памятник Мукеми. Мукеми – писатель, поэт и сатирик. Один из основоположников узбекского реализма. Поэтом создано более ста стекотворений в различных жанрах поэзии. Мукеми также создавал около 30 юмористических произведений. Наиболее известные о коне, о грязи, о арбе. Как и сатира, юмор Мукеми представляет большую социальную и художественную ценность. Следующим идет памятник Хамиду Лемджану. Хамиду Лемджан – узбекский поэт, драматург и дизературный критик, представитель узбекской поэтической классики 20-го столетия. Хамид Лемджан – один из первых узбекских поэтов, начавший поиски новых поэтических форм, способных наиболее полно отразить современность. В своих статьях Хамид Лемджан разрабатывал проблемы узбекской классической и современной литературы, взаимосвязи литературы и фольклора, русской и узбекской литературы. За ним идет памятник Фуркату. Фуркат – узбекский поэт и публицист. Его стихи – лучшие образцы узбекской лирической поэзии 19-го и 20-го веков. Многие из «Газели» получили известность как «Народные песни». За ним идет памятник Бердаку. Бердак – один из виднейших представителей каракалпакской литературы, родоначальник современного каракалпакского литературного языка. В многочисленных лирических стихах и поэмах широко отражена социальная жизнь каракалпакского народа. В следующем идет памятник Агахи. Агахи – поэт, историк и переводчик, автор исторических трудов в истории Хорезма. Агахи перевел на узбекский язык более 20 исторических и художественных произведений классиков Востока. Рядом памятник Бабуру. Бабур потомок Амира Тимура полководят поэты-государственные дети. Вадишах Индии и Афганистана. Основатель династии империи бабуридов. Бабур оставил богатое литературное и научное наследие. Его перу принадлежат знаменитая автобиографическая книга «Бабур-Намэ». Оригинальные прекрасные литические произведения «Газели и Рубаи». Трактаты по мусульманскому законоведению, музыке, военному делу, а также специальный алфавит «Хат» и «Бабури». Завершает аллею писателей памятник Алишеруну Ваи. Этот памятник был установлен в Национальном парке до создания аллеи. Сейчас ротонды и холм с памятником органично вписываются в аллею писателей. К памятнику ведет большая широкая мраморная лестница. В центре ротонды находится памятник великому поэту и государственному деятелю Наваи. Наваи оказывал протекцию и поддерживал материально ученых, мыслителей, художников, музыкантов, поэтов и каллиграфов. Творческое наследие Алишер Наваи огромное и многогранное. Оно включает в себя около 30 крупных произведений. Сборников стихов, поэм и философских и научных трактатов. Спасибо большое за просмотр! Желаю вам счастья и удачи!